Супруги Тарасовой возвращаются из медклиники. На парковке у дома для их машины есть отдельное место. С этого момента начинаются трудности. У Надежды Тарасовой нет обеих ног. Она инвалид второй группы. 24 ступеньки или 5 с небольшим метров отделяют Виктора Тарасова и его супругу Надежду от выхода из подъезда. Чтобы 60-летним супругам было удобнее покидать свое жилище, они просят установить пандус со второго этажа и до выхода из подъезда. Из-за сахарного диабета в январе 2020-го Надежда Александровна потеряла способность передвигаться без посторонней помощи. Каждое утро Виктор Сергеевич помогает жене спуститься к машине. Из-за почечной недостаточности женщине каждое утро нужно ездить в диализный центр. Спустить коляску, а спустя 4 часа надо еще ее и поднять. Надежда Тарасова поддерживает мужа. 43 года в браке, сейчас им по 65 лет. С каждым днем семье только труднее. Очень тяжело ему поднимать. Спускать то интеллект легче, а поднимать тяжело. Сколько бы я не весила, тут еще коляска. Очень тяжелая. Уже полгода каждый выход из квартиры – преодоление полосы препятствий. Ну, редко она выходит на улицу. А почему? А? Ну, как вот по этим ступенькам поднимать. Спускать да поднимать. В феврале Виктор обратился в департамент жилищной политики и ЖКХ. Вот три месяца тому назад я, управляющий компанией, написал заявление, чтобы установили для инвалидных, как пандус называется, да. Они заявление приняли, сказали, ждите. И все, на этом. Три месяца назад. В департаменте уточнили, что установка пандусов входит в обязанности управляющих компаний. Обслуживает дом компания «Русло». В телефонном разговоре мастер организации разъяснил, чтобы рампа в подъезде появилась, жильцы должны предоставить необходимые документы. Справку с места жительства, документы на владение квартирой. После подачи заявления специалисты осмотрят подъезд и решат, возможно ли установка пандуса внутри дома. На обработку заявления может уйти месяц. Тимур Туманов, Альмитис ТВ.